Чем выше содержание протеина в сои, тем меньше потенциальная урожайность. Все, что выращивается в Российской Федерации, у нас в коллекции есть. Нория очень сильно повреждает зерно. Зерно падает с высоты 10 метров. Мы выращиваем сразу сою на семена. Здравствуйте, дорогие зрители! Это «Пять вечеров про сою» – цикл программ, в которых мы будем говорить об агротехнологиях и перспективах сои. Сегодня наш вечер посвящен селекции и семеноводству. У нас в гостях Олег Ширинян, президент селекционной компании «СОКО», Альберт Щегольков, руководитель отдела селекции «СОКО», Виктор Антипов, генеральный директор акционерного общества «Артель» и Дарья Короткова, заместитель генерального директора по развитию акционерного общества «Артель». Соя в ряду других сельхозкультур стоит особняком. За минувшие два десятилетия Россия вышла в лидеры по экспорту пшеницы, стала видным экспортером гороха, ячменя, растительных масел. А вот по СОИ нам никак не удавалось собственную внутреннюю потребность удовлетворить. Олег Ницаканович, хотела спросить Вас, с чем это связано? Почему мы никак не могли произвести достаточное количество СОИ? И как в этот период развивалась российская селекция СОИ? СОИ – это, прежде всего, сырье для производства кормов, для сельскохозяйственных животных и птицы. Вы знаете, в 90-е годы мы практически все мясо и мясо птицы, знаменитые там, корочка, покупали все за границей. Нам везли сюда все, что им не нужно было. В настоящий момент мы перешли на самообеспечение. И, кроме того, у нас есть экспорт, появился экспорт курятины. Мы экспортируем даже свинину за рубеж. Это все связано с тем, что мы, наконец-то, имеем надежную, мощную кормовую базу без СОИ сбалансировать корма по белку довольно сложно, особенно для птицы, потому что это ценное сырье, которое содержит в себе еще и масло, которое обязательно добавляют в корма. Вот в этой связи у нас идет очень мощный рост производства мяса, мясомолочной продукции, продукции, значит, птицеводства, и яйцо, и мясо. И все это сопряжено с использованием СОИ в качестве одного из основных ингредиентов кормов. Вы знаете, были заболевания, которые не позволили использовать сейчас мясо, костную муку, и вот эти традиционные источники белка, их пришлось заменять. Пришли к тому, что СОИ является оптимальным, ну, не только СОИ, но один из основных источников. Вот поэтому у нас и большой интерес к этой культуре, и бум, в общем-то, соеводства в России начался с легкой руки Евгения Савченко, это губернатор Белгородской области, который много лет там работал губернатором, и он активно развивал маленькое Белгородское область, производило 17% мяса птицы в Российской Федерации. И вот потребность СОИ позволила, подтянулась из хвост производства, и у нас получается так, что у нас рост сельскохозяйственного производства, животноводческого направления, оно опережает рост производства СОИ. Поэтому дефицит, который у нас был в пределах от 1,8 до 2 миллионов тонн ежегодно, он вместе, наряду с ростом производства, он все равно сохраняется. И мы пока вот только-только последние, может быть, там 2-3 года пришли к тому, что потребность в импорте бобов СОИ начала немножко сокращаться, и у нас даже появился небольшой экспорт. Мы до миллиона тонн экспортируем СОИ в основном на Дальнем Востоке, в основном в Китай. И со всем этим было связано и развитие нашей селекции. Развитие селекции велось по двум направлениям. Первое – экстенсивное развитие СОИ-сеяния, связанное с созданием более надежных, раннеспелых сортов, которые можно было выращивать в новых регионах. Если раньше традиционными местами производства СОИ был Дальний Восток и Юг России, то в настоящий момент все развитые сельхозрегионы России являются производителями СОИ. И самый мощный рывок произошел это в Центральном Черноземье. Сейчас более половины СОИ Российской Федерации производится именно там. А Дальний Восток уже, так сказать, потерял первенство в этом отношении. Вот первую часть своей задачи мы выполнили, как селекционеры. То есть появились надежно созревающие, раннеспелые урожайные сорта. Сейчас по требованию переработчиков идет работа по, скажем, качественным показателям. Раньше на качество никто не обращал внимания, в том числе и на таких культурах, как подсолнечник. А сейчас обращают внимание, и поэтому сейчас идет борьба за протеин. Вы упомянули, что сейчас селекция нацелена на то, чтобы производить высокобелковые сорта СОИ. Да. Скажите, пожалуйста, какими должны быть оптимальные показатели по протеину? Вот это главная задача нашего селекционера. Мы должны знать о том, что существует общий биологический закон. Чем выше содержание протеина в СОИ, тем меньше потенциальная урожайность. Это закон. И когда нам приводят данные по испытанию какого-то нового селекционного достижения, которого никто не знает, и там написано о том, что там 45% протеина и 45 центеров урожай, ну, люди, которые давно в сельхозпроизводстве вовлечены, они не понимают, что такого, в принципе, быть не может. Но это и является маркетинговым ходом, который серьезно влияет на фермеров, которые недостаточно, может быть, имеют информации объективной в этой связи. Поэтому мы стремимся к сорту эталону. В нем должно быть сбалансировано все. Там должно быть содержание протеина 42-43%, не выше. Потенциальная урожайность 40 центнеров с гектара. Содержание масла 22-24%. То есть, вот при таких параметрах, если мы возьмем закупочную цену, которую диктуют на 42-й протеин, это максимальная цена закупочная, если мы ее увеличим на этот максимальный урожай, мы получаем максимальную выручку с гектара, то, к чему, в общем-то, и должен стремиться сельхозтоваропроизводитель. А дальше, когда у нас идет увеличение содержания протеина, мы получаем снижение урожайности этой культуры. И за счет этого маржинальность ее падает. То есть, мы высокий имеем протеин, закупочная цена остается тот же самый, допустим, 46% протеина мы имеем, а урожайность мы имеем 25-27 центнеров с гектара, а не 40. Вот за счет этого происходит снижение привлекательности. В первом графике мы видим изменение содержания протеина, урожайности и белка. И имеем 4 варианта. Сорт эталон для селекционера, 43% протеина, 40 центнеров урожай, 23% масло. Высокопротеиновый сорт. Мы имеем 45% протеина, 34 центнера с гектара урожайность, то есть, на 6 центнеров ниже, и 19% масла. Это высокопротеиновый сорт, который добиваются от нас переработчики. Но 34 центнера урожай. Дальше низкопротеиновый сорт. Он имеет самый высокий урожай 44 центнера с гектара, потому что затрат на протеин минимум, 35% мы имеем, на абсолютно сухое вещество протеина и 26% масла. И, в конце концов, стандарт. Сорт – это хороший, надежный сорт, на который мы все ориентируемся, который есть в производстве. Это 37 центнеров урожай, 40% протеина сухого и 24% масла. Вот эти все взаимоотношения должен учитывать селекционер. И когда все эти зависимости были построены в таком виде, мы сделали вывод, что да, сорт, эталон для селекционера должен иметь баланс между вот этими хозяйственно ценными признаками. На следующем слайде видно, где зеленым диаграммой показаны содержание протеина от 31 до 48%. Далее, вот желтенькие цифры на этих столбиках. Это урожайность от 13 центнеров до 36 в максимуме. 22 опять, так сказать, идет при изменении содержания протеина. При 31% протеина мы имеем 13 центнеров с гектара урожай. При содержании протеина 40-42 мы имеем 36 центнеров урожая. При содержании протеина 46% мы имеем всего 22 центнера. Это усредненные данные за многие-многие-многие опыты. Это усредненные данные. И вот результирующая часть, тут вот есть синяя результирующая, это закупочная цена. А закупочная цена, она сначала низкая, а потом, начиная с 36% протеина, начнет резко расти вверх. Достигает своего максимума при содержании протеина 40-42%. И остается на одном же уровне, что 40%, что 46-48%. Цена закупочная не меняется. И отсюда результирующая, если мы умножаем стоимость урожая на вот эту закупочную цену, оптимальным является содержание протеина от 39% до 42%. Вот на это надо ориентироваться нашему селекционеру при создании новых сортов. А гнаться просто за супервысоким содержанием протеина, мы должны понимать, что мы будем расплачиваться урожайностью. А фермер будет расплачиваться своей выручкой. Альберт Валерьевич, мы уже поговорили о том, что нужно искать оптимальное сочетание белка и урожайности, но все-таки, наверное, это может быть самые главные, но не единственные хозяйственно-ценные признаки сои. Вы в компании СОКО руководите селекционными программами. Расскажите, пожалуйста, на что нацелена ваша селекция еще? Какие требования к сортам сои предъявляют сельхозпроизводители? Безусловно, мы обращаем на все факты, все хозяйственно-ценные признаки, которые необходимы сельхозпроизводителям. В продолжении мысли Олега Мунацакановича хотел бы сказать, что мы ежегодно оцениваем около 25 тысяч линий. То есть, это наша селекционная программа, то есть, мы перелопачиваем значительное количество селекционного материала. И у нас есть и высокобелковое, и низкобелковое. То есть, у нас огромное генетическое разнообразие. Ну и, соответственно, то, что сорта, которые есть в производстве, то есть, в принципе, все, что выращивается в Российской Федерации, у нас в коллекции есть. То есть, мы ежегодно около 200-250 примерно сортов проводим оценку. То есть, со всех стран мира, со всех регионов, иностранных, отечественных, эти все сорта у нас есть. У нас есть линии, которые высокобелковые. Действительно, они показывают очень высокое содержание белка. Но на определенных этапах они выбраковываются. Они просто провариваются по урожайности. Хорошая линия, высокобелковая, но когда она показывает 3 центнера урожайности, ну кому она такая нужна? То, что мы должны это учитывать. И, соответственно, этот баланс должен соблюдаться всегда. Это что касается протеина. Также существует ряд других показателей, на которые мы обязательно обращаем внимание. То есть, это как раз и фотонейтральность. То есть, это то, что наш сорт СК «Артика». То есть, это действительно выдающийся сорт, который был зарегистрирован по 8 регионам допуска. То есть, это сорт, который имеет широчайший ареал выращивания, и он показывает хорошие результаты везде. То есть, во всех регионах. И он очень скороспелый. И, соответственно, он имеет характеристики, которые отвечают сельхозтоваропроизводителям. То есть, они и по растрескиваемости. То есть, он очень устойчив к растрескиванию и по содержанию белка, и по скороспелости. То есть, он все эти параметры... И ещё вот у него дополнительный физиологический механизм. То есть, семеножка на семенах, благодаря которой удерживает семена в бобах. То есть, боб раскрывается, а семена на семеножке держатся. В этом бобе не падают на почву. Мы в этом году этот сорт в Курской области начали убирать 10 августа. И убирали его без сушки, с десекацией, но без сушки. Получили около 23 центнеров урожайность. В условиях того, что на сегодняшний день у нас там 70 дней уже нету дождя. То есть, была засуха, и всё равно мы получили хороший, приличный урожай. Сроки созревания и уборки позволяют и в прошлом году, когда было много дождей, и в этом году нам позволили как предшественник сою использовать для посева озимых. Это важно. Ну и, соответственно, то, что мы на все эти параметры обращаем внимание, и на разных этапах селекционного процесса идёт как раз его браковка. То есть, работа селекционера заключается в том, что казнить нельзя помиловать, и, соответственно, то, что надо не дрогнувшей рукой… То есть, хорошие есть линии, выдающиеся линии, но там какой-то параметр раз, то, что растрещалось, допустим. Всё, то есть, надо браковать жесточайшим образом, потому что перспектив у такого селекционного материала нет. Какие ещё есть причины для выбраковки? Растрескивается низкий белок, что ещё? Урожайность, безусловно. То есть, мы сейчас в линии, которая есть на выходе, используем, сравним с сортами, которые есть в производстве. Причём это наши, то есть, сорта стандартные. Соответственно, это наши сорта и, соответственно, всех основных производителей. Тут очень важный момент. По урожайности, по свойствам сорта надо сравнивать одной группы спелости. Потому что, вы знаете, более поздние, они имеют больший потенциал по урожайности. И ультраскороспелый, который созрел в начале августа, по урожайности никак нельзя сравнивать с тем, который созрел в конце сентября. Потому что у них изначально разные задачи и разные условия, так сказать, по формированию урожая. Ну да, безусловно. То есть, скороспелки, допустим, в центральном черноземе, они подходят в качестве предшественника потоземой колоссовые, но уже более поздние они… Ну и обращаем ещё внимание, в процессе задания на селекционную работу, это устойчивость к полиганию, тоже немаловажный фактор. Потому что раннее полигание для сои кубительное, позднее, наоборот, в общем-то, даёт неплохой прогноз. То есть, это уже результирует то, что там высокий урожай. А вот раннее полигание не даёт возможность получить хороший урожай. Ну и дружное созревание. То есть, сорта должны быть хотя бы полудетерминатного типа роста. Детерминатного типа, неоконченного типа роста. Сой вообще в производстве сорта стараются не создавать тех групп спелости, которые есть у нас. Потому что их тогда только мороз, господин мороз убьёт и остановит их вегетацию. Наверху будем иметь зелёные бобы, а внизу будем иметь бобы, которые уже высыпались. Мы получили по Арктике, я посмотрел, 38,8 мы получили протеин. Ну, при таких условиях выращивания, я считаю, что это хороший результат. То есть, это стандартный результат для закупки сои 36-38, да, протеин? 38,8. Нет, я говорю у... 38, кто-то 40. Ну, это максимально. Да, 38. 38. Но они корректируют свою закупку в зависимости от предложения. Ну, да, да. Они очень сильно влияют на рынок, это факт. А устойчивость к заболеваниям тоже? И засухоустойчивость. Засухоустойчивость – это на самом деле конёк сортов компании СОКО. То есть, в принципе, вся наша селекционная программа начиналась именно в условиях Краснодарского края, где достаточно жёсткие условия по и температурному режиму, и по наличию влаги. То есть, засухоустойчивость – это основной фактор. То есть, и даже вот тот селекционный материал, который уже был создан в Центральном Черноземье, мы его обязательно оцениваем на засухоустойчивость в условиях Краснодарского края. Это название за себя говорит. В спартанских условиях этот сорт всегда надёжно даёт урожай. Хотя он старый, уже много раз обращали внимание, давайте, наверное, заменим его. Есть более новые у нас сорта этой группы. Не получается. 16 сортов приходится вести в производстве. Хотя это довольно хлопотное хозяйство. Ну, вот по поводу устойчивости к болезням – это, наверное, тот вопрос, который актуализируется в последнее время, и нам нужно будет больше обращать на это внимание, потому что в связи с насыщением сои в силобороте, конечно, этот фактор начинает всё больше влиять. Но пока что… Мы впервые в этом году в Башкортостане, там такое количество осадков выпало, за месяц выпадало по 300-400 мм осадков в Башкортостане. Так вот, у нас там в одном предприятии мы увидели в поле первый раз за более чем 30-летнюю историю белую гниль. Это вот… Даже вот такое есть. То есть, насыщение севоборотов культурами весеннего сева – кукуруза, подсолнечник, рапс, там, соя, оно, конечно, повышает инфекционный фон, и, правильно говорить, борьба с… Устойчивость к болезням, она не может быть абсолютной. Она и носит на генетическом уровне относительный характер, потому что кодируется огромным количеством генов. Это суперполигенный признак, примерно такой же, как и урожайность. Поэтому эту работу ведём, ну, скажем, это на том уровне, как создаются устойчивые к заразихе расы подсолнечника. На сои создать устойчивое полностью к фузаревозу или, там, к пероноспорозу невозможно. Это мы можем говорить об относительной устойчивости. Ну, да, это работа факультативно в любом случае проводится косыным образом. То есть, у нас вот на селекционном поле, то есть, вот соя выращивается в короткоротационном севообороте. То есть, соя, она… Соя, ажимая пшеница. Да, то есть, у нас 50% стоит. Ну, и, соответственно, то, что если там… Ну, то есть, инфекционный фон хороший накоплен. И, соответственно, конечно, там весь материал тоже бракуется. Мы сейчас обратили внимание на такой вредный объект, как нематоды. То есть, мы наши сорта оценили на устойчивость по этому признаку. У нас появилась такая возможность. И сейчас мы эту характеристику теперь будем применять ко всем нашим потенциальным линиям, которые готовим к передаче. То есть, устойчивость к нематодам. У нас, к сожалению, Дальний Восток, Алтай. Новые регионы, такие как Башкортостан, Татарстан. Там присутствует это все богатство. Я думаю, недалек тот день, когда это появится и у вас на ваших полях. Мне кажется, наступил момент поговорить уже непосредственно о семеноводстве СОИ. Акционерное общество «Артели» – это видный семеновод во всей России, не только в Курской области. Виктор Валерьевич, хочу спросить, как Вы пришли к выводу, что нужно заниматься семеноводством СОИ? Ведь изначально Вы занимались семеноводством других культур. Да, у нас с 2006 года построен завод, на котором мы производили ячмень, пшеницу. И в какой-то момент, наверное, в 2003-2004 году нам потребовалась подработка СОИ. СОИ стала приходить в наш регион. Мы попробовали ее подрабатывать. И мы поняли, что есть ограничивающие вещи. Высота падения семян, скорость движения нори, которые повреждают семена. Мы использовали несколько приемов. Мы красили семена марганцовкой. И оценивали, сколько повреждений до входа на машину, после входа на машину, на завод. Потом мы приобрели специальный прибор, который проходит весь тот же путь, что проходит зерно и записывает места, где наибольшие удары, перегрузки. И в этих местах... Вы имеете в виду места технологической линии. Да, мы вместе с зерном его кидаем. Это вот такой небольшой шарик. И он вместе с зерном двигается. И он записывает по времени, где находятся вот эти удары. Передовые. Хочешь, не в этом отношении? Уже очень давно этот прибор. Мы его увидели на выставке в Ганновере. Не отходя от кассы, достали 2000 долларов. Купили и привезли в Россию. И мы им часто пользуемся. Мы меняли схему работы завода. Мы убирали нори. Нори очень сильно повреждает зерно. Потому что... Это если не Z-нори. На стандартной нори что происходит? Нори внизу в башмаке цепляет зерно. Поднимает вверх. И она бросает, как рукой. Очень легко понять. Она бросает зерно, чтобы оно попало в зернопровод и пошло дальше. В чем принцип Z-нори? Мы насыпаем зерно. Вот так же в ладошку. Оно поднимает его. Проводит. Она похожа на Z. И оно его аккуратно высыпает. Скорость движения зерна и не происходит броска. Зерно просто ссыпается. И что мы сделали еще? Мы посмотрели, что у нас очень большое повреждение. Есть сигары. Есть емкости, которые обеспечивают хранение зерна на семзаводе суточное. Мы там около 200 тонн работаем. И машина приводит, и мы загружаем Нори в эти емкости. И оказывается, там зерно падает с высоты 10 метров. Если вы будете использовать тормоза для этого зерна, вы его подмешаете. Завтра не очень тяжело будет почистить вот это. И мы тогда пришли к выводу, что нужно вообще отказаться от этих емкостей. И на новом заводе в 2017 году мы его построили и запустили. Уже с учетом опыта на старом заводе мы отказались от этих емкостей. Мы спроектировали новую завальную яму, которая помещает около 90 тонн семенного материала. И в этой завальной яме мы отказались от каких-то перемещений. Зерно аккуратно по наклонной поверхности с высоты около метра стекает. И дальше мы используем Z-Нори. Дальше мы используем оборудование, которое не повреждает зерно. И для бобовых это самое главное. И тогда возникает вообще... Мы пошли дальше. Мы оценили, как комбайны повреждают зерно. Оказывается, при уборке клавишник повреждает зерно значительно сильнее, чем это делает роторный комбайн. Мы в производстве у себя отказались от роторных комбайнов. От клавишных комбайнов заговорился. Мы стали использовать только роторники. Потом оказывается, что наличие семян сорных растений очень сильно снижает схожесть потом этого зерна. Потому что мы имеем разную влажность, потому что нам нужно подрабатывать. И зерно, семенной материал готовится обязательно в поле. Намного дешевле, намного проще его приготовить в поле, отнестись именно в поле, как к семенам, а не как к товарному зерну. И тогда вы начинаете... Влажность сои доходит 17-18%. 15-14% это вообще идеальная влажность. Нельзя пересушивать. Пересушим, мы опять получаем повреждения. И если мы с такой влажности убрали и положили спокойно на пол, на вентиляцию, желательно его даже не подрабатывать. Нужно провести на семенах только одну подработку. Одну подработку сразу и получить семена. Она должна включить и первичную подработку, и конечную подработку. Поэтому у нас на заводе включены несколько машин. Первая первичная подработка, которая... Потом решетная машина вторичной подработки. Потом у нас идет триерный блок, который отбирает длинные и короткие. Это больше не пшеницы. И для сои тоже. Да, и поставили мы пневмостол. И вот в этом году заменили уже на машину нового поколения фотосепаратор. Наши барнаульские ребята, у нас хорошее сопровождение с ними. И потом у нас идет протравка, уже порционный протравливатель, который позволяет нам нанести любую аппликацию на семена. Да, очень качественно. Да, и очень качественно. И сразу идет упаковка. Если у нас происходит такой процесс, что мы готовим семена, их лучше всего готовить вот сейчас. Потому, что пока тепло. Пока нет мороза. Пока нет мороза. У нас приходят морозы, семена становятся опять более хрупкими. Стеклянными, а не просто. Да, и они надо работать как-то по более умеренным температурам. А если у нас температура зимой достигает до минус 20, работать нельзя. И даже на зерновые при таких температурах не ложится протравитель. Нужно поднимать температуру семян и поднимать температуру протравителя чуть-чуть. То есть, даже наличие отапливаемого блока, где стоит оборудование для протравливания, оно не спасает в случае холода, потому что сама зерновая масса, которая идет, она очень холодная. Так что здесь вот приходится выжидать какой-то период для того, чтобы именно зерновая масса согрелась. Да, и когда вы храните просто зерно, ну, опустили температуру зимой там до минус 10, и проблем нету. Да, и хорошо. Но если это семена, у вас плюс 10, это предел. Вам нельзя делать низкую температуру в семенном материале, потому что будут проблемы потом с растрескиванием этого зерна. Вот. И мы пришли к тому, что мы сейчас зерно подрабатываем, упаковываем их в биг-беги в тонны, да, и с клапаном со вторым, когда мы можем высыпать, когда мы... и фермер, который привез его к себе, если он хочет протравить сам, если он хочет как-то потом сделать, да... Работать еще. Инокуляцию. Провести вторую инокуляцию. Мы можем поставить со вторым выходом биг-бег, пожалуйста, куда хочешь, его загрузил, как хочешь, это сделал. Сколько сортов сока у вас в производстве? По-моему, 8. 8. У нас в целом за все время, что мы работаем с соей, у нас через нас прошло 18 сортов, но надо сказать, что вот несмотря на то, что сортов 8, но многие сорта, они представлены несколькими репродукциями, и это все равно определенная история с хранением, а каждая репродукция должна храниться отдельно. И вообще вся эта история с семеноводством, она очень сильно завязана на масштабах хранения, потому что много мелких кучек в очень большом красивом складе, и куда можно положить очень много кукурузы, например, она все равно должна экономически быть целесообразной. Поэтому репродукции несколько, хотя сортов вот у нас 8. Но мы еще и с другими сортами работаем, поэтому материал много проходит. Это, к слову, почему семена стоят настолько дороже, нежели товарное зерно. Потому что если сельхоз, товаропроизводители, наши фермы не сталкиваются с тем, сколько приходится потратить сил, средств и на капитализацию этого самого процесса, и на оборудование, и на весь этот шлейф мероприятий, который необходимо произвести, тогда становится понятно, почему это, так сказать, стоит таких денег. Мы еще упустили один важный вопрос. В этом году он не настолько актуален, а вот вспомним прошлый год. Сушка. Да, сушка. Сушка – это огромные капитальные затраты, и это своя технология. То есть, посушить кукурузу, там все просто. 116 градусов мы дали температуру воздуха, посушили кукурузу, главное не пересушивать, чтобы не растрескивалось. По сою, по семенам вообще, а по сою особенно, мы контролируем уже не температуру воздуха, мы контролируем температуру семян. Потому что и у нас стоит предел 35 градусов, выше нагревать нельзя. Это вообще ювелирная работа, сушить сою в семенном режиме, это высший пилотаж, и это должно быть не только знание, это должно быть еще оборудование позволять такие вещи. То есть, очень тонкую настройку, и человек, который управляет, это искусство, это не работа, это вот прям искусство. Потому что один градус лишний, один час лишний, мы получаем коагуляцию, и мы получаем потерю схожести. Все. Мы ничего не можем сделать с этим. Поэтому это искусство. И мы стараемся, чтобы у нас не было повреждений. Опять же, возвращаемся к тому, что нельзя повредить и на этом этапе семена. И нельзя ни в коем случае их пересушить. Мы стараемся использовать для сушки семян сои только сушилку косвенного нагрева, чтобы мы могли хорошо контролировать температуру воздуха. И потом уже готовим сразу, и желательно подработать сразу семена. Ну вот Виктор Валерьевич говорит, контролируем, контролируем. Надо понимать, что каждый этап передвижения материала – это всегда лабораторный анализ. Вот как с поля каждая машина, как первая машина приходит с поля, которую мы убираем, лаборатория смотрит, и начинается вот этот диалог с агрономами. Тут поджать, тут ветер, тут еще что-то. И вот только в таком случае вот эта работа на заводе, она будет сведена к минимуму, и травма будет сведена к минимуму, иначе не получается. И вот эта вот семеноводческая история, она накладывает большое количество ограничений, и там в севообороте, например, да, то есть мы понимаем, что подсолнечник и сою развели по двум севооборотам, это однозначно, но ты не можешь сою по сою посеять, как многие практикуют, и выхлоп гораздо лучше. А мы не можем этого сделать, потому что у нас будет иначе сорта примесь, мы всегда эту сою перемещаем со всеми вытекающими из этого. Падалица всходит и засоряет посев другим сортом, который был в прошлом году, это беда. Так что вот эти вещи, у нас не бывает такой ситуации, что мы вырастили сою, а потом приняли решение на товарку или на семена. Мы выращиваем сразу сою на семена, а потом принимаем решение, если что-то осталось, тогда, может быть, что-то переведем на товарку. Сейчас же еще появился регламент, ГИС семеновод, семена, да, и тут уже, так сказать, возможности для маневров задним числом уже априори отсутствуют. Но еще очень важно, если вы отбиваете сорняки на заводе, если вы сорняки на заводе отбиваете, то у вас идет отход порядка 20% семенного материала. Если вы поборолись с сорняками в поле, то вы имеете отход 7-10%. Они получили выше урожай. Да, и когда начинаешь считать экономику, она как в пользу за то, что нужно работать с семенами в поле. Существует такое устойчивое ощущение, что в случае семеноводства мы должны все, вот все до зернышка убрать с поля. На самом деле в нашем случае это не так, потому что мы экономически просчитав всю эту технологию, не только на сою, но и на других культурах, также то, что мы выращиваем на семена, мы стараемся ввести с поля то качество без первичной подработки, которая может лежать в складе долго без каких-либо потерь. И вот это все, оно происходит, начиная с планирования севооборота, с работой с гербицидами и с фунгицидами, и с инсектицидами, вся эта история для того, чтобы именно чистое зерно привести в склад. И уже потом дальше с ним работать или не работать, ждать какого-то удобного момента, чтобы оно лежало без потерь. Вот все здесь закручивается. Да, там на самом деле нюансов очень много, особенно при протравливании. Допустим, семена должны быть обеспылены. Вот на это никто не обращает внимания, которые самостоятельно у себя всеми возможными упрощенческими способами обрабатывают, протравливают семена. А ведь это очень важно. Если у нас есть пыль на семенах, то первое, это он содержит в себе инфекции, это эффективность инокуляции живой культуры и клубеньковых бактерий уже падает. А второе, если мы наносим туда фунгицид, он не проникает в оболочку, а он начинает, так сказать, вот контактировать с вот этой вот фракцией с сухой пылью, превращает ее в жидкую грязь, которая обволакивает семя. И эффективность вот от такого протравленного становится значительно ниже. К вопросу обеспыливания, хочу сказать, у нас есть тест Хойбаха в лаборатории, и он позволяет как раз это через фильтр дует пылесос, и, значит, на фильтре остается именно как раз пыль. И у нас было такое несколько лет назад развлечение, мы всю зиму эти фильтрики взвешивали, разный исходный материал брали, смотрели, сколько пыли оседает, и пересчитывали на количество протравителя, сколько протравителя мы теряем в случае, если не обеспилим. Потому что именно аспирационная составляющая на заводе, она Виктору Валерьевичу экономически очень сильно считалась, прежде чем он ее ставил на каждом этапе, потому что ему надо было понимать, где мы теряем, а где мы приобретаем, насколько экономически целесообразна эта манипуляция. Ну, это затратно. Если просто пыль идет, это не страшно. Аспирация весь затратная, конечно. Получается, мы проводили опыт, всего лишь 400 грамм пыли на тонну семян поглощают 60% действующего вещества протравителя. Вот и все. Вот это вот в цифрах. То есть, вот есть такие вещи, на которые как-то не принято обращать внимание. И вот профессионал, он тем и отличается от человека, который непрофессионально занимается производством семян, о том, что профессионал знает значительно больше. У нас обеспыливание происходит на всех этапах. То есть, на каждой норе, на каждой машине, на протравителе отдельный стоит обеспыливатель. Своя система обеспыливания стоит. Я прямо задел тему. Тему, которую вы очень глубоко копаете, я, честно говоря, даже не знал. Может возникнуть, так сказать, ощущение о том, что мы об этом договорились, я этом точно не знал. Несмотря на то, что протравливание проходит после пневмостола. Вроде бы пневмостол. Да, все уже убрал. Мы должны убрать всю пыль. Но все равно норе и дальше на самом протравителе обязательно обеспыливатель стоит. В предыдущие два сезона мы увидели огромное количество осадков. Как повлияла погода на качество семян и удавалось ли вам уже после уборки урожая эти семена привести к высокому качеству? По результатам позапрошлого сезона, когда была очень длинная влажная осень с заморозками в начале сентября, она выявила на сортах более поздних сроков созревания проблемы с фузырозом, потому что семена еще не дошли до созревания окончательного. И вот этот мороз спровоцировал гибель этих зерен. И на эти зерна села инфекция, в том числе и фузыроза. И был прекрасный опыт. У семеноводов есть возможность сразу на многих сортах проверить эту историю. Была возможность проверить, насколько действительно можно вытянуть материал, который мы получили с поля, и какими способами это сделать. Потому что у нас логика какая. Вот инфекционное начало, чем? Как выпить надо таблетку, если ты заболела простудой. Получается, что когда мы протравили эти семена, мы увидели, что всхожесть-то не поднялась, всхожесть осталась на месте. Вот там есть слайд у нас на эту тему, что ворох, который мы получали с поля, с 80% схожести, мы отследили, как менялась схожесть на всех этапах подработки, чтобы понять, какой именно из этих инструментов может нам помочь вытянуть эту сою до семенных кондиций. И получается, что когда мы предварительно протравили и посмотрели, будет ли фунгицид бороться, да, фунгицид снизил нагрузку, но вот эти зёрна, которые были убиты, на которых сидела инфекция, они всё равно остались мёртвыми. И мы их не смогли реанимировать. И тогда мы пошли следующим путём, отбив масличную примесь, соответственно, часть повреждёнки туда ушла, часть каких-то дефектных. На пневмостоле часть этого ушла. И только история с фотосепаратором помогла нам вытянуть вот эти мёртвые зёрна, потому что они имели другую окраску. И вот здесь мы понимаем, что не получится на простом оборудовании вот совершить... До этого фотосепаратор у нас стоял к тому времени уже года два или три. Мы эпизодически подходили к этому агрегату для того, чтобы выполнить какие-то специфические задания. А здесь весь абсолютно материал, которым мы в тот сезон работали, всё было пропущено через фотосепаратор. И он, собственно, и лимитировал нашу производительность именно потому, что мы убирали вот этот момент. Но всё равно протравить надо было к вопросу о том, что семенная инфекция никуда не делась. Нам необходимо было с ней побороться, чтобы потом в поле, в случае, если мы высеваем, а мы очень часто высеваем в прохладную почву, и им придётся там серьёзно полежать, побороться и с почвенной инфекцией, со всем тем зоопарком, который есть в земле. Поэтому там, да, вот здесь это место протравителя. А решить проблему в схожести это не решает проблему в схожести. Дальше в этом же году мы смогли просмотреть историю с тем, всегда мы старались, и заложена в нас, у нас в голове была история с тем, что сою мы подрабатываем перед севом, потому что нам нужно инокулянт нанести за один проход, чтобы два раза не гонять, и высеять в поле. Сначала инокулянты у нас были короткого срока годности, мы должны были их нанести и сразу высеять там в течение суток. А потом появились инокулянты, которые могли достаточно долго на семенах находиться без потери своей эффективности, и это сильно облегчило многим жизнь. А сейчас, когда у нас эти инструменты есть в руках, было интересно, насколько меняется схожесть и посевные качества, если мы сразу после уборки подработаем и протравим, и это полежит у нас до посева, либо нам всё-таки действительно надо это делать прямо непосредственно перед посевом. И вот тогда мы на нескольких сортах этот опыт заложили, посмотрели, как будет, какова будет схожесть исходного материала, какова схожесть будет, если мы подрабатываем его там в конце, ну, в середине зимы там где-то в конце декабря мы протравливали, и непосредственно в апреле какова будет схожесть. Вот по пяти сортам мы прогнали эту историю, выяснили, что, в общем-то, не имеет значения, в какой момент ты провёл эти все манипуляции, если у тебя материал сухой и чистый. Вот здесь эта история с хранением, с качественным, она несёт в себе ключевую историю, а не то, сколько оно там пролежало в течение вот этого зимнего периода. Дарья Владимировна, расскажите об опытах, которые вы уже провели, вот с протравливанием семян вы уже рассказали. Хотелось бы добавить к истории с порционным протравливателем, да, с этой машиной. Когда начали мы заниматься с этим агрегатом, была высокая потребность в нанесении фунгицида и инокулянта раздельно. Тогда мы ещё работали с фунгицидами, которые негативно сказывались на инокулянте. И когда на мелкой делянке мы эти опыты поскладывали, стало понятно, что есть снижение урожайности, безусловно, при смешивании... Гибель бактерий. Гибель бактерий, может быть, какие-то другие ещё добавляются нюансы в этот вопрос. Но в любом случае этот агроприём надо было выполнять, и это было чёткое понимание, что это экономически целесообразно. Сейчас появились инокулянты, которые можно смешивать и рекомендуют производители без проблем смешивать с бактериями, с протравителями. Поэтому надеюсь, что вопрос этот уже снят. Хотя, опять же, импортные инокулянты были в этом плане гораздо более технологичными. Сейчас то, что на нашем рынке есть наше, наконец-то начинает догонять по технологичности. В прошлом году мы закладывали тоже очень... Всю зиму раскладывали семенной материал на составляющие, потому что у нас к тому моменту закончен был большой опыт на пшенице по крупности семян, по массе тысячи. И вот хотелось перепроверить на сои. Вообще все эти аналогии, когда мы переносим с одной культуры на другую культуру, их надо очень осторожно делать, потому что результаты бывают очень непредсказуемыми и подчас обратными. У Вавилова был закон гомологичных рядов. Это с одной стороны, да. Но очень часто логика на самом деле, она есть, но она просто другая. Поэтому гомологию надо искать, возможно, с другой стороны. Согласен. Поэтому, значит, мы взяли два сорта. Это фарта и аккардия. И, разложив на сетах на разный калибр, посмотрели, как будет влиять калибр на всхожесть. Показатель массы тысячи очень важен для многих, кто покупает семена сои. Насколько этот признак влияет на урожайность? Действительно ли нужно гнаться только за самой крупной фракцией? Сорт аккардия был посеян с массой тысячи от 119 грамм до 222 грамм. Также была посеяна смесь калибров. Недостаточно провести опыт только на одном сорте. Обязательно возникнут сортовые особенности, которые повлияют на результат. Поэтому мы стараемся проводить эксперименты на двух и больше сортах, для того, чтобы уже точно сказать, какой фактор действительно значим. Позади меня находится опыт с массой тысячи семян с сортом фарта. Здесь рамка массы тысячи от 104 грамм до 204 грамм. В два раза различается масса тысячи. И также есть вариант со смесью калибров. 24 мая мы провели осмотра телянок для того, чтобы оценить равномерность сходов. Надо сказать, что этот опыт мы закладывали сейлкой сплошного высева. И, безусловно, надо отметить, что для сейлок точного высева калибр, безусловно, имеет первостепенное значение. Но теперь к выводам этого опыта. Первое и самое главное сорта совершенно по-разному отреагировали урожайностью на различную массу тысячи. Если у фарты четко наблюдалось изменение урожайности и было превышение у некоторых фракций смеси калибров по урожайности, то ни одна фракция аккардии не смогла существенно превысить урожайность смеси калибров. Крупные фракции совершенно не увеличивали урожайность, а вот мелкие фракции приводили к некоторому снижению ее. То есть калибровка семян не обеспечивает гарантированное увеличение урожайности. Теперь обратимся к варианту с сортом эскафарта, там где мы увидели экономическую эффективность применения калибровки семян в сравнении со смесью калибров. Вот здесь расписаны все массы тысяч, которые мы использовали в опыте. Здесь указана доля каждого калибра в общей массе исходного материала, сортированного уже материала. У него масса тысяч была 187 грамм. Вот обратите внимание, как меняется норма высева, она у нас весовая, с учетом того, что мы высеваем 600 тысяч семян на гектар при схожести 90%. Вот такие весовые нормы у нас получаются. 130 килограмм это смесь, 160 140 килограмм это как раз самые тяжелые калибры. теперь естественно, что весовая норма напрямую влияет на затраты на гектар. Вот здесь представлена как раз вся раскладка по затратам, которые понесут аграрий, если будут тратить, если будут использовать именно калиброванные семена. Вот возьмем как пример самые крупные семена 14 тысяч 244 рубля затраты против 11 тысяч это смесь калибров. Разница порядка трех тысяч, казалось бы такое это всего-навсего 75 килограмм товарной сои, если мы продаем ее по 40 тысяч рублей. Однако обратите внимание, что для того, чтобы получить вот такой калибр, необходимо взять только 13% от уже схожих, готовых, сортированных, некалиброванных семян. то есть чтобы обеспечить себя семенами этого калибра необходимо посеять несколько раз больше гектар исходного материала и потом уже убрав их откалибровав забрать только 13% и надо понимать, что естественно и исходного материала придется купить гораздо и гораздо больше. Поэтому все-таки история с калибром она больше не про повышение урожайности, а она про решение каких-то проблем, которые возникли с каким-то конкретным калибром. Надо четко понимать цель, для чего мы калибруем. И эта цель должна экономически просчитываться. Поэтому вот конкретно эта операция должна быть четко, с четким пониманием, для чего калибровать. Если у тебя неточный высев на посеве, если у тебя в материале нет проблем, у тебя каждая фракция здоровая и схожая, то смысла вот в этой операции практически нет. На мой взгляд, вот выводы по тому, влияет крупность семян на показатели всхожести или нет, носит вероятностный характер. Даже более невероятность, он носит статистический характер. потому что мы не можем с большой долей вероятности говорить о том, что вот этот сорт, который мы разложили, он никак не реагирует, а этот сорт реагирует. Вот на мой взгляд, это реакция каждой конкретной партии, которая созревала в каких-то определенных условиях, у нее были какие-то свои собственные особенности, какие-то определенные свои скрытые инфекции, причем проблему, которая у нас существует в соеводстве, да и вообще в сельскох, и в растеневодстве. Проблема бактериозов, это же проблема, которая в общем-то не решается, до сих пор ее очень сложно решить, а традиционными методами мы применяем фунгициды для того, чтобы улучшить качество семян, но фунгициды влияют только на грибную инфекцию, а что делать с бактериальной инфекцией? Мы же не будем себя уничтожать и тетрациклиново вырабатывать семена, тогда и людям лечиться будет нечем, собственно говоря, мы получим резистентность всеобщую к антибиотикам, мы не можем антибиотики в сельском хозяйстве, в растеневодстве применять. Поэтому вот говорить о том, что все эти партии, они все в изначальных одинаковых условиях и принцип единого логического развеличия соблюден, нельзя, вот в отношении как раз вот тех партий, которые мы делим на фракции. Поэтому для того, чтобы получить надежный результат, нам нужна выборка большая. Мы сейчас часто сталкиваемся с тем, что в нашей технологии присутствуют агроприемы, которые корнями уходят в советское время, когда были другие технологии, в том числе история с массой тысячи. Когда мы говорим, что крупные зерна, тогда это была единственная возможность отделить здоровых от больных условно. при наличии классной защиты фунгицидной или здоровых, нормальной технологии в поле, если у тебя нормальный здоровый материал, с которым ты сделаешь опыты, каждая фракция, она, как правило, здоровая, схожая, и у нее все нормально с урожайностью. Как только мы говорим о том, что какие-то произошли нарушения в течение вегетации или в течение уборки, или в течение сушки, например, какая-то фракция может приобретать плюсы или минусы. В течение сезона, когда мы наблюдали за тем, как развиваются делянки, я ожидала, что сейчас мы точно красиво увидим, как 100-граммовые семена зайдут быстрее, например, 200-граммовые еле-еле. Я ходила по этим делянкам и я не наблюдала их, я их снимала со всех этих ракурсов и я не могла. Да, там может быть к уборке, возможно, мелкая фракция самая, мне показалось на глаз, что она была как-то менее густой делянка, слитной, скажем так. Но в целом, когда ты убираешь эти опыты, ты понимаешь, что природа имеет огромное количество компенсаторных механизмов. И когда мы изначально ставим их в разные условия, природа находит способ компенсировать и дать нормальное потомство полноценное для того, чтобы продолжить свое существование на земле. И вот мы своими вот этими попытками что-то там в самом начале поменять, при прочих равных условиях, мы можем и не повлиять. Так что здесь, скажем так, в здоровых семенах, которые мы вырастили в прошлом году, специально брали два сорта, чтобы уж точно понимать, что возможны варианты нормы, да, калибрование семян должно иметь четкие цели, понятные и экономически просчитываемые. В общем и целом разница не по всхожести, мы всхожесть тогда, кстати говоря, проверяли, да, существенных различий между этими фракциями не было. Коллеги, я считаю своим долгом обратить внимание на такое родливое явление, как мимикрия семян в настоящее время. Что это значит? Это значит, что сейчас в Российской Федерации в связи с принятием закона о семеноводстве было принято большое количество подзаконных актов, которые, в том числе о локализации селекции и семеноводства, которые были направлены прежде всего для того, чтобы получить дополнительные источники знаний и компетенций для наших селекционеров. То есть, цель была какая? Ну, цель была благая и я ее, в общем-то, наверное, поддерживаю, хотя думаю, что достичь ее очень сложно. Цель была такая, чтобы наши научные учреждения приобрели те знания, которыми обладают иностранные компании, которые хотят остаться на нашем рынке. Если вы хотите работать на нашем рынке, переносите селекцию сюда, 50% вашей совместной компании, это российская сторона, и эта российская сторона должна получить от вас те компетенции в области селекции, которые позволили вам получить преимущество в создании новых сортов и гибридах по сравнению с тем, что это делается в России. Очень правильный, нормальный подход. де-факто мы получаем совершенно другую историю. Мы получаем историю, когда довольно такие, как вам сказать, я даже не знаю, как подобрать, ну, наверное, оборотистые ребята, они берут готовые сорта иностранной селекции, привозят их сюда и под собственным названием их регистрируют, говорят о том, что это российская селекция, потому что зарегистрировано это в России на российское юридическое лицо и никто им не задает вопрос, а где вы, собственно говоря, взяли сорта? Вот у нас появляются сорта у компании, у которой в жизни никогда не было селекции. Там лидер сорт, например, да, откуда он появился? Мне интересно, как селекционеру. Я не знаком с селекционерами такими великими, которые вот так раз и создали сорт, который является очень хорошим. Де-факто хорошим сортом, но он ниоткуда не появляется. Ну и другие компании, я думаю, что все прекрасно понимают, о чем идет речь. Так вот, я считаю, что мы должны в стране, в нашем сообществе определиться, нам нужно шашечки или нам нужно ехать. То есть, если мы создаем селекционные достижения совместно с нашими партнерами и пытаемся получить от них какие-то дополнительные компетенции, а взамен им дать возможность сработать на нашем рынке, это одно. А если мы делаем вид того, что, допустим, ну, это у нас позволено. Допустим, вот мы, Альберт Валерьевич, компания СОКО, 30 лет занимается вкладывать свои собственные средства, мы учим наших сотрудников, мы осваиваем мазы вот этой вот геномной селекции, уже 5 лет мы бьемся над этим, мы тратим и время, и силы, и деньги, и тут появляется у нас конкурент, который ничего этого не делает, он привозит готовый сорт, и он Д'Артаньян, он на коне. Вот я считаю, что с этим явлением надо что-то у нас делать. Я эту тему хочу подбросить нашему сообществу, у нас много чатов фермерских, хотелось бы посмотреть, какая будет реакция у наших слушателей на вот эту тему, на такую постановку вопроса. Потому что пока мы не будем покупать сорта российской гибриды, российской фельдселекции и таким образом финансировать ее развитие, мы так развиваться такими темпами и не сможем. И вопрос, который нам задает, мне лично задает Олег Михайлович, а что ж вы не создали такой сорт, как вот известная иностранная компания? Да потому что у нас изначально другие были условия, совершенно другие. То есть у нас не было тех условий, которые бы нам позволили это сделать. Ну и тут в иностранной селекции нет ничего плохого. Ничего плохого нет. Назвать вещи нужно своими именами. Да, надо сказать, что это сорт канадский, это французский сорт, никакой он не русский и никакая кинетика тоже не русская. Это все вот то, что создается за границей. И вы должны знать, что вы финансируете селекционные компании, которые находятся не в России, а за рубежом. Это будет честно. Это будет честно по отношению к другим. Их не надо запрещать. Просто надо об этом говорить, а не стыдливо молчать. Олег Нациканович, вы сказали, что условия российской селекции были другими. Сейчас условия, в которых вам приходится работать, они меняются в лучшую сторону? Вот много слышно о поддержке со стороны государства, о частно-государственном партнерстве. Что делает СОП? Это лучше, чем вообще ничего не было. Вот то, что сейчас делает наше министерство. Оксана Николаевна, она очень активно поддерживает эту тему, я имею в виду луп-министра нашего. Оно не все проходит легко и быстро, и без сучка, и задоринки. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Хотелось бы, я вот ждал, просто как бы. Ну, вы просили хорошие новости, да? Мы в этом году брали отличный урожай, и семена и сорта компаний СОКа показали свою хорошую конкурентную способность по сравнению с остальными. У нас не один, не только семена СОКа, да, есть и другие. Не буду говорить, какие есть. Но, я вот, честно говоря, не вижу минусов и провалов в семенах, в сортах СОКа. Да, во-вторых, осень, во всяком минусе есть свой, да, во всяком плюсе есть свой перечеркнутый минус. В этом году была сухая уборка, мы получили отличные семена, выполненные, да, высушенные, схожие, уже все убрали, уже все сложили. Мы в этом году построили новый склад, мы построили новую железную дорогу, мы освоили новую возможность, мы можем грузить семена в биг-бегах в любую точку нашей страны, отправляем железной дорогой, хоть за Урал, хоть на Дальний Восток, это есть у нас такая возможность, несмотря на то, что компания Артель произрастает в Курской области, где сейчас есть какие-то там шероховатости, я думаю, все пройдет. Ну, если и будут какие-то опасения, в конце концов, мы этот вариант тоже обговаривали, мы в конце даже готовы решать вопрос о том, чтобы частично перемещать семена на временное хранение в другие места для тех или доставлять непосредственно тем нашим сельхозтоваропроизводителям, у которых есть какие-то сомнения. Большое спасибо участникам нашего вечера. Друзья, вы смотрели пять вечеров про сою, встретимся ровно через неделю.